итак наши методы воздействия на крестового подвздошного сошинения если мы даем сверху мы давим всем корпусом то мы даем полностью вертикально вот на вот эту косточку чуть наклонили ногу на него да уже крестового подвздошного сошинения вот примерно по вот этой диагонали от нижних крестовых позвонков до до верхнего гребня если повернули выше вот сюда да у нас получается вот эти позвонки 3 и 4 и 5 их растягиваем таким образом наша задача сейчас не совсем сделать мануальную манипуляцию даст от стороны мы просто потянем растянем с этой стороны потому что еще раз напомню в прошлом видео было в первой части то что этот гребень подошел кости получился выше а вот мануальную манипуляцию мы будем делать с перцет стороны и непосредственно уже на вот этот вот гребень подавили опять же дошли до преднабрежения и в конце всем корпусом на человека навалились или где где выше было нет что не слышал был здесь это же мы же человек развернули он был ниже да поэтому и надавили его туда внутрь конструкцию здесь пошел вот так эти косточки вытащились туда а эти остались на месте но теперь вот эти даем в ту сторону чтобы он вернулся сюда все понял следующий до прием опять же с это могу делаем который как будто дал красиво мы ее расшатываем и выдергиваем на себя вместе с тазом если этого не хватает приема до этого мы тогда выдергиваем вот еще бедро бедро идет бедренное сочинение шаровидного опора да вот это тазов бедренного сустава до большой вес в бедерной кости вот мы его делим на себя получается вертикально и и теперь если этот сустав стоит неровно да то его можно еще подправить вот так вот крестец сейчас скажу расшатываем опять в этом место до чувствуем численно срок чтобы было что мы качаем именно не таз да если таз мы качали там пришлось будет так а если в этом бедро да там немножко вот с вектором в сторону это в одном случае придерживаясь в одном случае я давлю на бедренное сочинение а вот если вот так или даже на там уже много у кого-то гибкость и сюда положить не позволяет чуть развернули корпус им теперь мы давим на крестово-подвздоровье сочинение соответственно вектор нашего давления куда мы глазами смотрим да и корпусом тела он либо направлен вот сюда его направлено вот туда предполагаем да куда направлен взор там и происходит изменение и вот там продавливаем то есть по ходе снаружи кажется что одно и то же мы делаем да по факту сначала вот эту ногу вот так утонули да а второй раз мы давили перед давлением бедра а второй раз мы с помощью этого бедра давили на всего позвольте сочинение здесь вот так надоели он лишь в разнице до первых мы получаем на растяжение да а второй раз именно такое движение относительно так в сторону две кости одновременно так и по поводу вытяжение ног теперь до конца чтобы да то есть мы многое подготовили еще раз вспоминаем что у нас тасс был вот этот как выше этот ниже тогда мы упираемся в этот а этот нам надо опустить вниз бедро долго с дыханием так примерно минутки две-три растягиваем противоположную сторону растянули то есть могу на вытянуть запомнили что именно с этой ногой мы работаем и дальше вытягиваем вот таким методом уперли ногу противоположно который нам сейчас не должна она просто будет как инструмент как дополнительный упор свою продвижную кость чуть с разворотом дал там на граждан прямой вот здесь схватились помните вот эта пятка у него ходил уходу надо нас хотели загадать на стоп на сустав ниже чтоб он был свободный и вытягиваем полностью на себя вот уже был хруст здесь произошел до до смысл этом какие суставы вот эти коленные и бедерные и писал подвздошные то есть четыре сустава мы вытягиваем вас всем корпусом делаем чувствуешься не смотрим вот тут ездит вот тут резинка такая да не знаю на видео видно или нет вот там прямо вот ходит ходуном забили на сустав после этого мы перейдем к правке голеностопа да и вот пятки потому что она подвернута но на этом видео мы рассмотрели именно крестового подвздошного сочинения когда она повернута несимметрично находится да далее мы сейчас отработаем все это на практике естественно если вы нас смотрите только по видео то многие нюансы вы просто упустите не сможете понять далее идет практическая работа на натуре да мы сейчас все это друг на друге отработаем поэтому зря вы нас смотрите просто подпишитесь на канал поставьте лайки и приходите на тренинги там вы узнаете гораздо больше с вами был олег алав гудвин